Друзья, привет! Сегодня 23 февраля 2020 года. Поздравляю вас всех с Днём Защитника Отечества! Ровно год назад я купил этот автомобиль. Ну что, погнали на обзор! Друзья, приехал я на дачу. Где еще снимать обзор? В поляне проедешь, в леса тоже не доедешь. Вот, приехал на дачу. Ну, давайте расскажу вам историю своего автомобиля. Почему я его приобрел? Зачем я его приобрел? У меня было два легковых автомобиля. Две калины. Одна калина на автомате 2013 года, вторая на механике 2012 года. Калина, которая на механике 50 тысяч пробега, мы решили ее продать, потому что семье два легковых автомобиля. Как бы это неинтересно. Мы его продали. Взял я кредит 400 тысяч. И за... То есть у меня был... У меня был бюджет 600 тысяч рублей. Я позвонил в Тольятти. Экспресс Лада Тольятти. Артем там есть такой. С ним договорился, что есть машина. Вот эта машина в Тольятти стоила 580 тысяч. У нас машины таких не было. Ну, то есть пятидверные были, но урбанов не было. И цветов таких не было. У нас они стояли 625 тысяч. Я посчитал примерно, что 50 тысяч разница. В принципе, нормально. С братом Артуром мы где-то выехали в три ночи. Приехали в Тольятти. Вот. Нашли это место. На стоянке уже автомобиль стоял. До этого я перечислял туда 10 тысяч рублей. Мне сделали антикор сразу. То есть днище, арки все. Все обработали. Где-то до обеда мы рассчитались. Там было все без обмана. Какая цена была заявлена. За такую я ее купил. До этого мы обговаривали, какую резину я возьму. То есть я посчитал, если 600 тысяч у меня есть примерно. Артем предложил мне вот эту вот резину. Липучку. Нокиан. Которая 215-65 на 16. Колеса мне обошлись в 42 тысячи. То есть примерно как раз та разница. Сколько стоил автомобиль здесь и там. Ну плюс дорога. Где-то к вечеру мы уже были дома. Первое впечатление езды на этом автомобиле. Когда мы выехали с Тольятти. Первые 100 километров я конечно не мог привыкнуть. Во-первых машина повыше. У меня никогда не было таких автомобилей. Вот. Автомобиль был повыше. Управляемость такая знаете. Ну. Не привычная. Но после 100 километров. Как бы я в нее вжился немножко. Вот. Была. Ну было скользко. Метель была. Пёр я на ней прилично. Мы шли на ней 120, 110, 115. Ну то есть шла она классно. Мне она тем самым и понравилась. Ладно. Смотрите. За год эксплуатации. 13,5 тысяч пробега. За год. 23 февраля. Я тут написал примерно. Чего у меня сломалось. Сейчас я вам все расскажу. Так. Смотрите. Изначально. Рулевая тяга. Трапеция. Средняя. То есть рулевые тяги. А это средняя которая. У меня там застучал шар. Ну скажу честно. Я вам поймал такую. Правым колесом. Но приехал по гарантии. Мне ее заменили. Потом. Обнаружил что пыльник. На левый верхний шаровый. Был порванный. По гарантии менять не стали. Потому что сказали что. Это механически. Так сказать порвано. Поменял я шаровую. Вот здесь вот ссылочка будет. Замена шаровой. Посмотрите если интересно. Пыльники сейчас не меняют. Вот. Потому что в наличии их и нету пыльников. Меняют сейчас узел. Примерно 1000 рублей. Мне это обошлось. Ну там шаровая работа и прочее. Потом. Недавно. Опять же. Вот здесь вот будет. Ссылочка. Посмотрите. Мотор отопителя. В холодное время года. Стал он скрипеть. Звенеть. Какой-то запах палености там. Ну и какие-то ошметки оттуда летели. Тоже обратился на Волгоградскую. К официальному дилеру. Пришел. Приняли. Посмотрели. Сказали. Да. Моторчик есть. Заехал. Заменил. Сейчас пока езжу снова моторчиком. Вот. Ну. Проехал еще мало. Поэтому говорить ничего не буду. Может опять заскрипит. Может нет. Не знаю. Напоминаю. Вот здесь вот ссылочка будет. По замене мотора отопителя. На Лада 4.4. Больше. Вот реально. Если такого. Я ничего не делал. С этой машиной. Остальное. Доработки. Ну. Всякие там. Музыки. Сигнализации. Парктроники. Вот. Но это уже. Естественно. Это каждый уже. Свою машину что-то ставит. По машине. Что хочу сказать. Меня. Это. То есть. Мою. Даже не то что меня. И мою семью. Автомобиль это устраивает. В эту машину можно в багажник. И коляску засунуть. В заднем. На заднем ряду. Когда сидишь. Удобно. Расстояние. Приличное. Можно и ноги вытянуть. Очень удобно. По проходимости. Вот. В данный момент. Я нахожусь на даче. Сейчас мы дорогу почистили. Но. В основном. Дороги здесь нету. На легковом автомобиле. Я проезжал конечно. Но это с большим трудом. На Ниве. Это совершенно другой автомобиль. Хочу сказать так. Есть автомобили. А есть Нива. Это как бы сказать. Разные. Разные немножко категории. Вот сегодня утром ехал на автомобиле жены. У ней. И Калина на автомате. Там комфортно. Удобно. Просто едешь. Потом. Зашел в гараж. Открыл Ниву. Тут начинается жизнь. Понимаете. Щуп. Померил. То посмотрел. Это посмотрел. Открыл. Завел. Все. Она заработала. Понимаете. Как бы. Блин. Но хочется на ней стало ехать. Понимаете. Выехал. Все. На ней едешь. На колени как? Едешь и думаешь. Как бы. Чтобы где тебя не занесло. Где бы ты не застрял. Здесь нет. Наоборот. Видишь. Что проехать не можешь. Останавливаешься. Там. Понижай очку включаешь. И прешь. Наоборот. На ней постоянно буксуешь. Постоянно заезжаешь туда. Куда не стоит заезжать. То есть машина. Лада 4х4. Она живая. По двигателю. Делал я прошивку. Опять же на Волгоградской сервизе. Наверху будет ссылочка. На Волгоградской. Мне заменили прошивку. Я их менял примерно 2 или 3 прошивки. Первую прошивку поставили. Там пальчики звенели. Вторую. Вот на этой я остановился. Автомобиль переключается и в движение мягко. Ничего не дергается. То есть я с прошивкой вполне доволен. Расход на этом автомобиле. Сейчас съезжу на 95. Так как изначально прошивку мне поставили. И сказали, что будет чисто прошивка на 95 бензине. На 95 бензине. Расход 11 литров. Если ездим на покатушке. Там все 18-15. Это однозначно. Когда ты газ давишь. Естественно впрыск форсунки идет больше. Естественно и расход будет больше. Если ездить по городу, по трассе, то в среднем получается 11. Недавно я ездил в город Самара. То есть Оренбург-Самара. Самара-Оренбург. Вот здесь посмотрите. Одним днем у меня получилось 850 километров. На 95 бензине. У меня средний расход получился 9,5 литров. Туда ехали. Была метель. Было очень много снега. Обратно ехал. Уже трасса подтаяла. То есть уже просто как бы шли накатом. 9,5 литров. Средний расход получился у нас. Ну пошлите я вам покажу. Что я на этот автомобиль дополнительно установил. Давайте начнем от задней части автомобиля. Когда я автомобиль пригнал, я установил первым делом, ну не первым делом, а когда я устанавливал сигнализацию, установил парктроники. Четыре. Вещь вот такая вот. Стоит примерно 1000 рублей. Ну примерно говорю 1000 рублей там с работы полторы. Опять же, не отходя далеко. Фонари. Тюн авто Тольятти. Есть китайские такие же Алиэкспресс. Есть Тюн авто Тольятти. Тольятти дает гарантию на них. Ну и производство у них как бы качественнее считается. Ну такую нахлобучку. Но это так, мелочи, как говорится. Что у нас дальше идем? Установил. Прицепное устройство. Фаркоп. Что здесь интересного? Это тоже заказывал с Тольятти. Вот эта часть вытаскивается, квадрат. Сюда можно установить площадку. Лебедку поставить, например. Так, дальше. Здесь больше ничего. Да, установил подкрылки. Подкрылки без сверления, называется. То есть они вставляются сюда, вот упираются. Но я на два самореза, на всякий случай, прикрутил. Ну то есть все обработал. Как бы проблем никаких нет. Давайте здесь. Задний ряд сидений. Ну здесь я вот переобулся. Места достаточно. Полочка большая. Полочка большая. Так, на заднем ряду ничего нет. Так, поставил 4 центра замка от сигнализации. Поначалу говорили, что работать не будет. Но уже как бы год работает. С этим проблем нет. Замки стандартные. Все работает. Так. Опять же, когда заказывал прицепное устройство. Еще вот эти ветровики заказал. Они мягкие, эластичные. Ну я бы сказал удобные. То есть даже на проветрине открываешь немножко. И не видно, что стекло открыто. И вода не попадает. Ну, удобно. Так. Передний ряд сидений. Ну, установил музыку. JBL с кассорами. Тоже центральный замок. Ну то есть пульта я имею джойстик. Здесь овечьи. Такие накидочки. Две с половиной тысячи у нас в Оренбурге. Вот. Ну, как бы светленькие, красивенькие. Ну и сидеть потеплее. Так. Что здесь еще у нас? Ну антенну установил. Бош. Ну честно сказать, работает хреново. Что здесь еще у нас? Здесь больше, а, ну музыку. Соньку поставил. Это вот Алиэкспресс. Такие резиночки. Ну, вроде как бы не скользят. Вот. Стеклоподъемники имеются здесь. Зеркала регулируются. Подогрев водительского, пассажирского сиденья. Ну что здесь? Больше ничего. Да, по поводу парктроника, который там стоит. Вот этот дисплейчик. Он показывает расстояние. Какое расстояние? То есть начинает срабатывать от полтора метра. Показывает левая сторона, а там правая сторона. Ну, очень удобно. Так, что здесь еще дальше? Ну, а это так, баловство Алиэкспресс. Здесь. Здесь тоже самое. Стоит подкрылок. По поводу ржавчины. Ржавчины у меня пока нет. Ржавчины пока нет. Все у меня нормально. Здесь стекло. Пока ничего нет, ребят. Ничего. Название моего YouTube-канала. Так, что здесь? Двигатель. Установил поворотки. Желтый убрал, белый поставил. Ну, вроде как красивее. И так, баловство. Двигатель. Говорить нечего, да? 83 лошадиных силы. Аккумулятор родной. Все родное. Вот такую штуку поставил. Сам сделал. Сетку. Это сетка фасадная называется. Ну, по крайней мере, накрываешь, чтобы листва не летела. Вот. Сюда уже не попадает листва. Что-то крупное. Здесь, что еще доработки. Так. Передние светодиодные фонари. Это тоже тюн авто. Здесь я установил светодиодные лампочки. Хотел сначала фары заказать. Но потом передумал. Лампочки поставил. Я, в принципе, доволен. Тоже, посмотрите. Вот здесь вот ссылочка будет. Установка светодиодных ламп. Так. Смотрите. Сетку, видите, поставил. Просто купил. Стоит 200 рублей. Алюминиевая сеточка. Вот. На хомуты. Крепится просто на хомуты. То есть, с той стороны приложил. Обрезал ножницами. Хомутами стянул. Все, в принципе, по уму. Сделано нормально. Бампер живой. Хотя, знаете, трещал не один раз. Думал, что на этом закончится его жизнь. Но нет. Пока все нормально. Так. Ну, запасное колесо. Родная резина стояла перели. 185, 75, 16. Стояли литые диски. По поводу колес. Давайте. Вот я вам расскажу. Есть у меня такая проблема. Самый идеальный вариант, если не лифтовать автомобиль. 205-я резина. Это самый идеальный вариант. 205-я резина. Эти я колеса купил. Да, они красиво. Немножко торчат. Машина смотрится по-другому. Но смотрите, какая проблема. Проблема есть вот такая у меня. Когда идешь в нагрузку, когда машина опускается, колесо заходит вот сюда вот. И вот эта вот часть, она ее выгибает. Понимаете? В принципе, не критично. Но есть такая проблема, говорю вам, какая есть вот. Вот эта часть, колесо туда заходит, вышло, и она ее выгибает постоянно. Не критично, но есть такая проблема. Так, что дальше? Здесь, в принципе, я вам то же самое показал уже с той стороны. Обивка урбанская. Все моется, все протирается просто тряпочкой. Здесь предохранители стоят. Тут предохранители. Здесь предохранители вентилятора. Драйные, которые впереди стоят. Да, пробег. Давайте покажу. Система готова. Счастливого пути. 13 тысяч. 13 400, я бы сказал. Здесь по швам тоже проблем никаких у меня нет. Проблем никаких нет. Ничего нигде пока не ржавеет. Все хорошо. Да, ничего не забыл. Пленку наклеил вот на это место. Вот так вот. Бронь. Потому что как бы отбивается камушками. Ну, чтобы подольше сохранилось. Наклеил броню. Что еще у нас тут. Задний ряд я уже показал. Багажник. Багажник нормальный. Положить можно сюда все, что угодно. Да, замок, конечно, крышка дребезжит. Но это дребезжание я устраняю вот таким образом. Это самый простой. Самый надежный. Тряпочку положил. Все. Замок перестает дребезжать. Дорогой девайс, который я приобрел это дифференциал повышенного трения АВТ на 9 килограмм преднатяга. Кому интересно опять же будет здесь ссылочка как я устанавливал как мы его пробовали. по нему это будет отдельный разговор. Я говорю, что на данный момент сейчас установлен у меня. Ну и все. В принципе год владения автомобилем меня пока радует. То есть нашу семью пока радует. Ничего там сверхъестественного не сломалось. Все в пределах разумного. Так, что еще там можно вам рассказать-то? Автомобиль нашей семье нравится. как второй автомобиль. Даже можно сказать и как единственный автомобиль если не его покупать Lada 4x4 в принципе он вполне нас устраивает. Масло не жрет едет нормально относительно комфортно в автомобиле сидеть. Можно проехать там где на легковом автомобиле сложновато. Конечно можно каждый автомобиль засадить и он не поедет. но вот этот автомобиль в пределах 600 тысяч я имею ввиду из новых автомобилей вполне вполне в принципе нормально. Но на этом буду заканчивать год владения автомобилем. Вот что вспомнил я вам сказал. Такого чтобы сверхъестественно тут ничего такого нет у нас. Ездит пока радует. так что все нормально. Кстати вести канал уже стрёмно так сказать и подписчики вроде людям интересно за него. Говорю стараюсь говорить всегда честно какие с ней проблемы скрывать тут я ничего не собираюсь нет этого выгода никакой автоваз мне за это не платит. говорю то что в пределах 600 тысяч какие проблемы поломки все вам показываю все вам рассказываю так ну что еще собираюсь установить второй самоблок наперед тут я вас хотел попросить если у вас есть возможность или желание помочь то там вот под видео будет ссылочка номер карты сбербанка но если у вас будет желание то вам большое спасибо быстрее соберем быстрее поставим покатаемся посмотрим ну что ладно буду заканчивать всех с праздником сегодня 23 февраля с днем защитника отечества все давайте будьте здоровы берегите себя берегите семью давайте пока пока